Временно не за рулем. В Кизляре неизвестные подожгли машину единственной женщины-депутата горсобрания. Неудачное замечание за непристойный вид или обычное хамство? Подробности инцидентов Каспийские разберем в выпуске. На чемпионат мира поедет только один. Борцы Абдурашид Садулаев и Алихан Жабраилов оспорят путевку в Сербию. Дагестан занял 12 место в рейтинге регионов России по качеству дорог. По данным РИА Новости, в нашем регионе по итогам прошлого года более 68% автомобильных дорог отвечают нормативным требованиям. Лидерами исследования являются Москва 97,6%, Ханты-Мансийский автономный округ 86,5%, Краснодарский край 64,9%, аутсайдеры Марий-Эл, Кировская и Архангельская области. В Санкт-Петербурге пьяный водитель на огромной скорости сбил двух студентов. По предварительной информации, пострадавшие являются уроженцами Дагестана. Молодые люди переходили дорогу и не заметили, как на них буквально летит иномарка. От удара один из парней подлетел в воздух и погиб на месте. Другой получил травмы и сейчас в реанимации. Машину дагестанского депутата сожгли неизвестные ночью в Кизляре. Об этом сообщила сама пострадавшая депутат городского собрания Анастасия Родина, которая связывает происшествия со своей работой народной избранницы. «Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать, то глубоко ошибается. Я и дальше буду работать», – написала у себя на странице в Телеграмм женщина-депутат. Отметим, что момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас злоумышленников ищут правоохранители. Сумма причиненного ущерба составила 10 миллионов рублей. Неудачное замечание за непристойный вид или обычное хамство. Инцидент в Каспийске наделал шума в соцсетях не только республики, но и на федеральных ресурсах. Видео с моментом конфликта стало предметом обсуждения многих пользователей сети интернет. В комментариях аудитория разделилась на два лагеря. Одни поддерживают поведение мужчины, другие видят в этом нарушение личных границ женщины. Что об этом думают рядовые дагестанцы? И эксперты узнавали наши корреспонденты. Слово Кариму Гамаеву. Начал на меня кричать и говорить, чтобы я пошла домой оделась, а не просить меня о том, чтобы я оделась. И плюнул мне в лицо. Закрытое или открытое? Вот в чем вопрос. По каким канонам и кто определяет, как ходить на улицах нашей республики? Что думают сами люди? Давайте попробуем узнать в нашем сюжете. Очередной случай с замечанием девушки вылился в большой инфопо для многих телеграм-каналов страны. Кричащие заголовки сделали свое дело и многие дали волю эмоциям в комментариях. Ну а между тем есть и те, кто рассуждает взвешенно. У нас чуть-чуть опоздал на лет пять. Я жил в Москве два года. Я вижу, как здесь одевались в то время и как в Москве сейчас одеваются. У нас одеваются так, как одевались в Москве в то время. Слишком выделяюще. Эпизод в Каспийске не первый и говорит о том, что так называемая мода на открытую одежду в Дагестане вызывает порой много вопросов. Ты кто такой, что мне замечание делает? Какой? Во дворе ты не будешь в тюсах ходить. А что же гласит закон о слишком агрессивных замечаниях и регламентирует ли он форму одежды человека? Законом это никак не ограничивается, конечно, но мы же как нормальные люди должны понимать, что ходить в купальнике это противоречит этикету. Мы должны делать замечания вежливо. Если, к примеру, кто-то делает грубое замечание или же как-то ведет себя агрессивно, за это предусмотрена административная ответственность. Ну а возвращаясь к мнениям горожан на улицах, то они, как всегда, разнятся. Любое замечание можно сделать по-разному. Тут главное определиться цель, с которой этот человек хочет достичь, делая замечание. Или он хочет поправить ситуацию в целом, или просто хочет хайпануть. А то, что парень сдал в Каспийские замечания, я его считаю мужчиной. У него есть роду мужчины. Вот посмотрите вокруг покрытые, даже если которые не покрытые, хотя бы они как-то аккуратно одеваются. А они как ходят, полы, животы открытые, задницы открытые, грубо говоря, это некрасиво. Нужно понимать, что ты в Дагестане и чуть-чуть хотя бы соответствовать правилам Дагестана. Но опять же, я не сужу, сама одеваюсь так, как хочу. У нас нет баланса, у нас как раз таки дисбаланс. Одни одеваются совсем, ну не то, что открыто, по-спортивному, как удобно. Вот каждый одевает так, как ему удобно. Но выходя из дома, я считаю, каждый человек должен посмотреть в зеркало на себя и посмотреть, и подумать, как вот эта одежда воспримут окружающие. Не зря говорят, сколько людей, столько и мнений. Но думается и тем, кто ратует за соблюдение морали, и тем, кто предпочитает свободу в одежде, надо помнить о том, что мы живем в специфическом регионе. Дагестан разный, закрытый, открытый, свободный и не очень. Здесь сложное исплетение традиций, устоев и обычаев. Но в последнее время наметилась тенденция постепенного отхода от этих самых устоев. И это не может не вызывать обеспокоенность. Ну а выводы делайте сами. Карим Гамаев, Камио Мехтиханова, Саид Шагидов. Новости ННТ Махачкала. Рабочий день мэра Махачкалы начался сегодня в 6 утра со встречи с сотрудниками служб, отвечающими за уборку города. Беседа прошла за чашкой чая на улице Пушкина, где в эти дни проходит фестиваль уличной еды. Мэр поинтересовался проблемами работников МБУ Махачкала-1. Они же, в свою очередь, озвучили свои предложения по улучшению санитарного состояния столицы и рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в ходе работы. Юсуп Умавов дал поручение профильным структурам администрации держать на контроле все озвученные труженицами вопросы. Спасибо вам большое за ваше внимание к нам. У нас проблема тоже много, конечно, много проблем. Но у нас одна проблема большая в том, что у нас с каждого участка, например, уходит по 2-3 человека в отпуск по графику, а им замещений нету. Приходится в центре города оставить необранные участки, а других туда идти свой убирать, потом этот убирать, им не платят за это. Проблему запишите, обсудим, почему так получается, почему нет замещения, почему не получается, а доплатить, если не доплатить. Ну, это же вопрос в этом стоит. Если была бы доплата... Мирадовский, урали бы, если разрешили бы, нам не разрешает. Период хаджа подходит к концу. Дагестанские паломники уже выполнили основные обряды. Совсем скоро они попрощаются со святыми землями и прибудут на родину. О том, с какими чувствами дагестанцы покидают Меккую Медину, расскажет Айша Тухаева. Долина Мина, в которой проходит последний обряд хаджа, была заполнена мусульманами со всего света. Ритуал бросания камушек в три стены, джамараты – завершающий этап пребывания на святых землях. Бисмилля Аллаху Акбар! Бисмилля Аллаху Акбар! Дагестанские паломники, выполнив последний ритуал, организовали коллективное собрание маджлис. Прозвучали слова благодарности, наставления и советы тем, кто в хадже впервые. Дай Аллах, чтобы вернулись с принятым хаджем. Признак принятого хаджа – это то, что человек поменяется в лучшую сторону, чем до того, пока он был на хадже. Поэтому каждый из нас, пускай, подумает над этим, когда вернется, как он будет посещать джамаат-намаз, как он будет, вообще какое место он будет занимать джамаат. Вы видели здесь, многие уже были, наверное, кто-то, может быть, из руководителей, но потом отложил этот поход на пещеру Хира. Там началось первое откровение. Там пророк, саллилал Алисом, был один. Вначале уединялся. Там поклонялся Всевышнему Аллаху. Аллаху, благодаря земле оказались такими хорошими паломниками. Плохих паломников, наверное, не бывает. Терпение всем, сабро. Осталось сегодня последней рукну сделать, бросить камушки и сделать последнюю фазу. Для кого-то первый в жизни хадж – радостный и грустный одновременно. Среди паломников – матери, отцы и вдовы, погибших в СВО. В первую очередь хочу поблагодарить Сулеймана Керимова за то, что я здесь. Я потеряла сына. Радость, одновременно радость, что я сюда попала. Здоровья всем организаторам, которые нас сюда привезли. Нас здесь возили везде. Очень радостно. И землю целовать радостно было. В эти дни рейсы, вылетевшие по благотворительной линии Сулеймана Керимова, прибыли в Медину. Хадж для паломников этих рейсов начинался сразу в Мекке. Поэтому, выполнив обряды в Мекке, они завершают свое путешествие посещением зиаратов Медины. Маздж-Дуль-Куба, Равза, кладбище Багы – все это многие из них видят впервые в жизни. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Алиас Хаб Магомедов. Новости ННТ. Мекка. Медина. И о спорте. Дагестанский вольник Мурат Гайдаров стал победителем Кубка мира по поясной борьбе Кореш. Турнир, собравший около 200 участников из 17 стран, проходил в Москве. Обладатель медали Олимпиады чемпионатов мира и Европы выиграл соревнования в весе до 80 килограмм. Титулованный борец провел на ковре четыре поединка, в решающем победив соперника из набережных Челнов. Мурат Гайдаров побеждает на этих соревнованиях уже второй раз. Впервые он выиграл Кубок мира в 2021 году. Борцы Абдул-Рашид Садулаев и Алиханджи Бараилов оспорят путевку на чемпионат мира. Об этом СМИ сообщил главный тренер сборной России Хаджи Мурат Гацалов. Встреча лучших борцов страны в полутяжелом весе пройдет в конце июля на Кубке Содружества во Владикавказе. Двукратный олимпийский чемпион Садулаев пропустил чемпионат России в Каспийске из-за травмы. А другой махачкалинец Алиханджи Браилов стал победителем этих соревнований. В личной встрече они определят участника чемпионата мира, который пройдет в сентябре в Сербии. На этом у меня все. С вами была Ларьяна Шемхалаева. Следите за нами также в соцсетях. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова